Здравствуйте, дорогие! Сейчас идет мода у российских коллег рассматривать феномен казахов с разных сторон. Это, конечно, похвально, и это радует всех нас. Остается только присоединиться к этой замечательной тенденции во всем информационном пространстве и продолжить ее на своем канале. Мы предлагаем вам сделать небольшой обзор феномена поющих казахов, кому нет 30 лет. Хочу вам сказать, что к этой идее пришла не я сама. Эта идея мне подсказала та самая девушка, которая в детстве пела в хоре САС, организованной мамой Димаша. Девушка по имени Маляка, который сейчас 21 год, прекрасно помнит Димаша и многое может рассказать нам о нем, о его великолепных выступлениях, о нем самом, как простом подростке, который также посещал уроки хора, как и все дети Актобе. Мы наберемся терпения и будем просить ее не только рассказать обо всем этом, но и спеть нам. Она прекрасно поет. Как говорит ее мама Замира, голос дочери очень нежный, хрустально чистый, как ручеек. Итак, начинаем. Конечно, начнем мы с Рухии Байдукеновой. Она сейчас в поле внимания всех нас. Ведь она стала победительницей международного конкурса «Славянский базар-2021». Роза Рымбаева назвала ее «Наша Мэрая Кэрри». Я не знаю, как вам, но почему-то у меня в голове, когда я представляю Рухию, то ассоциативный ряд связан с этой песней «Зазуля», которую она исполняла во второй конкурсный день. Я даже сравнила ее исполнение с другими певцами и убедилась, что наша Рухия поет ее очень красиво. Рухия дополнила исполнение этой песни необыкновенным вокализом. Таким вокализом в Казахстане обладают только Димаш и Рухия. И это не случайно. Димаш создал таким образом свое певческое направление, в котором число первых вошла Рухия Байдукенова. Рухия в различных интервью не раз отмечала, что Димаш всегда является ее примером. Рухия обладает женским сопрано, таким сложным вокализом, как у Димаша, она обладает благодаря тому, что она всегда ставит себе высокие планки в своих голосовых возможностях. Ведущий конкурса «Славянский базар-2021» после исполнения песни первого конкурсного дня подчеркнул, что от Рухии идет мощная энергетика. А вы обратили внимание, как танцоры, подпитанные этой энергетикой, танцевали вокруг Рухии? Они как будто порхали вокруг Рухии. Следующий в нашем списке – это Кристиан Костов. Чтобы вы не говорили, что у него папа болгарин, а мама казашка, все равно он наш парень. Он казах, и мы гордимся этим. У него такая захватывающая дух музыкальная карьера. Диву даешься. Кристиану всего 21 год. К сегодняшнему моменту он обладает премией второе место конкурса «Евровидение-2017». Кристиан Костов – это Кристиан Костов. Представляете, он был самым молодым на этом конкурсе. Ему было всего 17 лет. Кристиан участвовал в том же китайском конкурсе, что и Димаш, сингер, двумя годами позже. И его выступления там были незабываемыми. Он и в Китае был самым молодым участником конкурса. Всего 18 лет. Альбом Кристиана после этого конкурса вошел в десятку лучших альбомов западных исполнителей 2019 года на китайской музыкальной площадке «Кью-Кью». А начиналось все с московских «Непосед». В 6 лет он уже пел в Кремлевском дворце вместе с Юлией Началовой. А в 12 лет Кристиан выступал вместе с Батырханом Шукеновым на телевизионном проекте «Школа музыки». А как был поражен и раздосадован Максим Фадеев, когда 14-летний Кристиан выбрал наставником Диму Билана, он сказал ему на слепых прослушиваниях российского знаменитого телепроекта «Голос дети». «Ты просто супер! Умница! Просто блестящий! Ты просто красавец! Ты поешь душой!» Субтитрыג'ем « every single time» Кюша Галиbroя! Субтитрыг'ем « reg gospи» Массная песня «술 activated» Как тебя зовут, умница? Меня зовут Кристиан, мне 14 лет, я из города Москвы. Замечательно. Ну, Кристиан. Вообще, да? Ты просто красавец. Спасибо. То, что ты делал, я могу сказать, что это называется настоящее пение душой. Душой именно того, что ты любишь, что нравится, со своей гравитацией, со своими какими-то вот этими вот, я не знаю, опять же, ну, движением, гравитацией. И не потому, что ты любуешься тем, как ты поешь, не поэтому. Не, не, не. Ты не думаешь. Мне кажется, ты просто не думаешь. В музыке, в музыке, в музыке, круто. Ты живешь там, да. Следующий в нашем списке Джа Халиб. Мы не случайно его поставили сразу после Кристиана, потому что и он казах, и его мама казашка. Джа Халиб стал в первую очередь известным с композиции Лейла в 2017 году, когда стал лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Прорыв года». А в 2018 году получил золотой граммофон за песню «Медина». Медина, 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 Медина. В 2019 году Джа Халиб выпускает альбом «Выход в свет». Этот альбом был уникальным, потому что в нем приняли участие такие артисты, как Олег Груз, Джамала, Маруф и другие. В альбоме были задействованы живые музыканты, что добавило альбому оригинальности по сравнению с предыдущим релизом. В 2020 году Джа Халиб стал добавлять в свои песни прибивы на английском языке. В этом же году он женился. О своей супруге он говорит, что он был знаком с ней несколько лет. Он долгое время жил в Москве, но в один момент решил переехать в Киев. И случайно оказался за одним столом в группе друзей со своей знакомой, с которой он был знаком еще в Алма-Аты. Они сидели рядом, и он заказал одно блюдо на двоих. И с того времени они больше не расставались. Дик Уин. Данелия Садыкова. Этой девушке всего 21 год, как и Кристиану Костову, о которой мы уже говорили. Но она уже достаточно популярна в России. Вернее сказать, она более популярна в России, нежели в Казахстане. Родом она из Актобе. Что характеризует эту девушку, певицу и рэпера, это то, что она довольно открыто говорит о проблемах гендерного неравенства, поднимает вопросы насилия в своих композициях. Откуда у Дик Уин такая потребность говорить об этих проблемах в обществе? А вы послушайте ее биографические данные, и тогда все поймете. Девочка училась в казахско-турецком лицее Алма-Аты, куда переехала в 13 лет. В лицее царили строгие нравы. Ученицам запрещали носить телефон и общаться с мальчиками. Будущую певицу не отпускали на уроки вокала. Наказывались за фото с косметикой или в короткой юбке. В 13 лет Дик Уин выложила в инстаграме кавер на песню Джа Халиб, после чего ее стали узнавать незнакомые люди. В 2018 году Дик Уин выпустила дебютный альбом «Пьяная вишня». После этого она поехала выступать в Астану, где осознала, что люди знают слова ее песен наизусть. В 2019 году девушка участвовала в шоу «Песни» на ТНТ. В качестве одного из испытаний нужно было написать новую композицию с нуля за 5 дней. Но Дик Уин после оглашения контракта Тимати и Бастой решила уйти с этого проекта, чтобы не терять свою индивидуальность ради денег. Так этот проект в одночасье сделал ее популярной в России. Она подписала контракт с Варнер. В 2021 году девушка выпускает трек «Ветер» с бывшим битмейкером Скриптонита. 22 апреля 2021 года она выступала в передаче «Вечерний ургант». Встречайте, «Доуз» и «Де Куин». Снова, снова не верь за словом. Это уже не новость, я от себя не убежишь. Опа. Дик Уин. Дик Уин. Прямо ты на синий. Я теряю все, что стало в почве мое. Дик Уин была знакома с Денисом Теном. Шок от потери друга, протесты накануне выборов в Казахстане и другие негативные факты стали основой для написания песни «Фемида». Эта песня своего рода посвящение президенту. Доуз. Ровесник Джа Халиб. Ему 28 лет. Он родился в Павлодаре. Его голос – это звонкий фальцет. Еще с детства он срывал аплодисменты трогательными крылатыми качелями. Рэбом стал заниматься в школе. Вместе с другом единомышленником устал от начитывания текстов «Фифти Цент» и стал создавать собственные мелодии с помощью различных программ в интернете. В 2009 году он написал песню «Стиль» для скриптонита в альбоме «Дом с нормальными явлениями». Доуз Айдос Джумалинов продолжил совместное творчество со скриптонитом в альбомах «Сафари», «104» и «Трубер». Сейчас Доуз выпускает собственные композиции. Они написаны в стиле «Ритм плюс». «Я дарю стиль, кому до него нигде ла». The Kitchen Songs Основателем этого проекта является Азамат Сездыков. Он родился в Караганде в 1994 году. Заниматься музыкой начал еще со школьных времен. Постепенно его интерес к музыкальному творчеству рос, и он дебютировал в казахстанской музыкальной индустрии с клипом и песней «Айна Лайн» летом 2016 года. Основной фишкой его проекта является его самобытность, отсутствие привязанности к продюсерским контрактам и нацеленность на качество и европейское звучание. MD Мадид Актаров родился в Алматы. Ему всего 22 года. 14 лет научился правильно выстраивать и миксовать композиции на Garage Band. Это такое приложение. Он сочиняет проникновенные лирические песни, берущие за душу. Уже в 2016 году он выпустил свой первый альбом «Перед сном», записанный в жанре электронной музыки. И с этими песнями победил на конкурсе лучший кавер Джахалиб. В последующем парень записывал музыку для сборника «Алматинский джаз». Все это было в 2018 году. В 2019 году у Мадид Актарова было много совместных проектов, но один из них грех он выпустил совместно со Скриптонитом. Данелия Тулешева. Мы делали о ней отдельное видео. В скором времени Данелия, которой всего 15 лет, будет выступать в Лас-Вегасе. У нее будет два концерта. Данелия вошла в топ-8 крупнейшего американского The World Best в 2018 году конкурса, в котором выступал и Димаш. Данелия вошла в финал шоу «Америка ищет таланты» в 2020 году. Еще раз повторю, в этом году, в 2021 году, пройдут ее грандиозные концерты в Лас-Вегасе, в Америке. Это великолепный толчок в росте ее популярности. Димаш Кудайберген Димаш Кудайберген Мы не случайно начали наш список феноменов молодых поющих талантливых казахов с Рухи Байдукеновой и завершили Димашем Кудайбергеном. Какая бы ни была вновь появившаяся звездочка или яркая звезда на мировом музыкальном небосклоне, мы всегда рады и очень горды достижениями представителей нашей молодежи. Наше молодое поколение с достоинством идет по дороге интересных открытий, необыкновенных свершений и достижения больших побед. Мы хотим на примере Димаша Кудайбергена показать, что большой труд, вера в себя, реализация всех своих возможностей приносят свои плоды. Димаш не просто звезда мировой сцены, Димаш – посол мира. Мы уже сказали, что он перевернул понимание многих концептов, от профессиональных до масштабных. Своим присутствием на мировой музыкальной сцене он поменял многие каноны. Он как певец, как личность, несет в себе мир, доброту, счастье. Если вы слышите проникновенные до глубины души Аве Мария или напоминающие вам по звучанию суры из Корана, как вы будете относиться к этому человеку? Такого человека, безусловно, хочется слушать. Наши взоры сейчас устремлены на Димаша. Не просто как на певца, но и как на личность. В наше непростое время Димаш помогает понять, кто мы, что для нас мир, что для нас добро. Растем не только мы, растет и Димаш. Он понимает, что главное – это не награды и достижения. Главное – это то, с чем он идет к людям, какой посыл он несет в себе, что люди могут черпать из его творчества. Сегодня мы немного пофилософствовали. Но я думаю, все это нам только на пользу. Если вы хотите продолжить эту тему, мы можем перенести ее на следующее видео. Пишите ваше мнение в комментариях, и тогда мы поймем, на какой разговор вы настроены. На этом мы завершаем наш обзор о феномене молодых талантливых поющих казахов. Конечно, молодых, поющих, талантливых певцов в Казахстане много, как внутри, так и за ее пределами. Мы сегодня охватили лишь тех, кто имеет большую популярность, в первую очередь за границей, а потом уже в Казахстане. Дорогие, я хочу с вами попрощаться. Я знаю, сейчас будет шквал комментариев. А вы забыли того, или вы забыли ту. Пишите, а мы подумаем, может, мы будем делать видео о феномене каких-то других незаурядных способностей казахов и вливаться в рейтинги просмотров о феноменальных способностях казахов. Вот так Димаш сколыхнул интерес к Казахстану, казахам, казахстанскому обществу. Хочу вас поблагодарить, дорогие, за просмотр. Всего вам самого наилучшего. Большой привет из Сан-Франциско. Да, пожалуйста, и не забывайте подписываться, а также ставить свои лайки. До свидания, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok